Согласно официальным данным, у Константина Устиновича Черненко, побывавшего на посту генсека СССР не так уж много, всего один год, но занимавшего своей жизнью и другие высокие посты, было две жены. Но есть информация, что самый странный руководитель страны имел еще несколько жен, и детей у него было побольше, чем указывается в официальных биографиях. Что известно, какие слухи имеются? Первой женой Константина Устиновича была агроном Фаина Елисеева. Молодой Черненко увлекся женщиной. У пары родилось двое детей – сын и дочь. Мальчика назвали Альбертом, а девочку – Лидией. Далее в карьере Черненко начали происходить изменения. Его направили в Красноярский край, чтобы он работал в местном крайкоме. Это произошло в 1941 году. Таким образом, Черненко во время войны находился далеко от фронта. Из Красноярска Черненко ездил в командировке в Москву, учился в школе партийных работников. В 1944 году Константин Устинович, которому было тогда еще относительно немного лет, познакомился с Анной Любимовой. Судя по всему, завязался страстный роман. Прошло всего три месяца, а Черненко и Любимова решили официально зарегистрировать отношения. Но была проблема. Звали ее, как надо понимать, Фаина. Впрочем, как отмечают многие специалисты, Черненко очень повезло. Елисеева не стала раздувать скандала. Спокойно отпустила мужа из семьи. Считается, если бы Черненко не смог так легко решить вопрос с первой супругой, то он бы не смог сделать такую карьеру. Но нужно отметить, что женщины, серьезное хобби Константина Устиновича, чаще мешали ему продвигаться по службе. У Черненко и Любимовой родилось трое детей. Дочери Вера и Елена, и сын, которого назвали Владимир. 24 сентября 1984 года на день рождения Черненко собрались жена Анна Дмитриевна, сестра Валентина Устинова и сын Володя. Казалось бы, отношение к Анне у окружающих должно было быть негативным, ведь она, по сути, разрушила первый брак Черненко. Но нет, большинство не испытывало к ней негатива. Егор Лигачев отзывался о второй жене Черненко положительно, называя ее стойкой и верной женой. Анна Дмитриевна прожила с Константином Устиновичем 40 лет. Особенно сильно она поддерживала мужа в последние дни его жизни. Между тем, Черненко успел зарекомендовать себя как человек, увлекающийся женщинами. Яркое подтверждение тому – письмо генерала Шипилова, секретарю ЦК Суслову, в котором сообщалось, что Черненко бросает жен с детьми. Но это все касается официальной биографии. Есть информация, что у Константина Устиновича было еще несколько жен. История следующая. В связи с тем, что Черненко имел репутацию бабника, его решили сослать в Кишинев, хотя могли взять на работу в Москве. Но не стали рисковать. Там Константин Устинович познакомился с Брежневым. И тут уже не было бы счастья, да несчастье помогло. Брежнев сильно помогал Черненко в карьере. Но дело не в этом. Все к тому же Шипилову однажды пришло письмо от Нины Кушнер, в котором женщина сообщала, что она состояла в супружеских отношениях с Черненко. Было проведено расследование, и факт подтвердился. Кроме того, было установлено, что у Черненко было еще две жены. Одну тоже звали Нина, как и ту, что написала письмо Шипилову, занимавшему должность руководителя управления пропаганды. Другую – Мария Левина. По некоторым данным, у Кушнер и Черненко родился ребенок, который долго не прожил на свете. Тогда-то Константин Устинович и решил бросить женщину. У Левины якобы тоже родился ребенок от Черненко, но будущий генсек бросил женщину. Таким образом, можно говорить о пяти женах Черненко и шести-семи детях. Может быть, их было и больше. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал Загадки Истории и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok